Управляющие компании области получают первые лицензии. Они успешно выдержали испытания и прошли проверку на соответствие государственным стандартам. Лицензию номер один получила компания из города Новокуйбышевск. В ее обслуживании порядка 300 домов. Это оказан некий аванс на будущее, и я надеюсь, что мы удержим это первое место. Внимание к качеству работы управляющих компаний теперь намного выше. В дальнейшем именно от активности жителей будет зависеть работу управляющих компаний. Госжилинспекция может лишать лицензии после двух нарушений. По закону, если выдано два предписания, две жалобы государственной жилищной инспекции, и они не исполнены, то управляющая компания лишается обслуживания этого дома. 15% набирается таких домов, которые не получили качественного обслуживания, то лицензия отнимается. Дома управляющих компаний, которые лицензии не получили, без обслуживания не останутся. Собственники жилья должны будут выбрать себе новую управляющую компанию, либо ТСЖ. Жителям этих компаний, которые обслуживают, не стоит беспокоиться. Почему? Потому что в любом случае эти управляющие компании будут обслуживать дома до тех пор, пока сами собственники не выберут новую управляющую компанию, а у них такое время есть. Либо, если они сами этого не сделают, орган местного управления проведет конкурс и назначит им новую управляющую компанию. Я обращаю внимание жителей на то, что на тот период, пока эта управляющая компания работает, деньги платить ей необходимо в полном объеме также. Заседания лицензионной комиссии будут проходить регулярно. Она продолжит контролировать работу организаций, которые получили лицензии, принимать квалификационные экзамены и рассматривать заявления новых управляющих организаций. Лицензирование все управляющие компании области должны пройти до начала мая. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События.